Как ты работаешь в IT? Я командой тестирования как тест-менеджер, управляю группой людей, других тестировщиков на разных проектах, как в терминах нашей компании, ресурсным менеджером. И также я еще продукт-менеджер на двух проектах. Поэтому как это одной строчкой обозвать, я не знаю. Сочетание хитрый менеджер в компании E-PAM уже было забронировано Антоном Семенченко, если знаете, слышали такого товарища. Когда я стал заниматься кучей разных активностей, я понял, почему так себя называют. Это не потому, что он хитрый, а потому, что бог его знает, как это назвать. В тестирование я пришел в 2007 году. И с 2010 года я занимаюсь обучением. Обучением как и технических вещей, так и soft skills. Вещей. Или essential skills, о чем мы сейчас будем с вами говорить. Также я участвую в подкасте Radio K. Топики на тему soft skills, большинство топиков на тему soft skills так или иначе связаны со мной. Я не обязательно там мигаю в выпуске, но помогаю либо найти спикеров. Поэтому если вам есть что сказать на тему soft skills, либо на тему того, что soft skills фигня и hard skills рулит, вы пришли сюда для того, чтобы убедиться в этом очередной раз, что пустой балабол вышел на сцену это рассказать. Круто. Пишите. Обязательно про это поговорим. Также я веду... В тера начал вести группу, посвященную essential skills в Telegram. И мы осенью организовывали конференцию ESCAPE Essential Skills Competency and People Engineering, посвященную теме essential skills в IT. Про них мы и будем говорить. Вчера терминология essential skills это такой степ-форвард, шаг вперед для старой доброй терминологии soft skills. О чем мы сегодня с вами побеседуем, поговорим. Давайте вспомним. Кто не вспомнит, тот узнает. Кто знает, тот, если что, меня поправит, у кого более релевантный опыт. Инженера 2000-х годов и инженера 2021-го года, то есть нынешнего года. Что он из себя представляет? Представляет по навыкам. Поговорим про то, где мы живем. Кто знает, как называется место, где мы живем? Планет Земля, правильно. В какое время мы существуем? Настоящий. Present Perfect. Согласен, согласен. Такую штуку, как Вукомир, слышали? Кто знает, что такое Вукомир? Поднимите руку, пожалуйста. Просто насколько подробно мне останавливаться? Вука. Вот не эти Вуки, да, там, которые Чуви, а другие Вуки. Хорошо. Мы живем с вами в Вукомире. Мы не Чубаки, нет. Мы не вот эти забавные существа из Звездных Войнов. Господи, простите меня, те, кто Звездные Войны любит. Дальше мы с вами поговорим про то, что жизнь в этом мире означает для компании. Это интересно будет, я допускаю, что будет интересно менеджерам. Мы поговорим с вами, что жизнь в Вукомире означает для инженера, как это воспринимается им. И что со всем этим добром можно будет делать? Давайте начнем с инженера 2000 года. Взаимодействие инженера чаще всего из себя представляло взаимодействие с командой разработки, с менеджером, если был менеджер, и с тимлидом, например. Либо просто с тимлидом, потому что менеджера не было. До инженера это не доходило. Чаще всего, естественно, были случаи, где компании были более зрелые. Естественно, были случаи, где, я говорю сейчас про рынок глобально, в глобальном понимании. Естественно, были компании зрелые. Естественно, были компании такие, как Oracle, Microsoft, у которых были налажены процессы, у которых была куча разных должностей и подобных, подобных. Но если брать такой, знаете, глобальный срез, который тогда был в индустрии, ожидались от инженеров определенные навыки. Естественно, это не исчерпывающий список, но ожидалось, что у человека есть знания технологий, у человека есть навыки программирования, математики. Обязательно он умеет вычислять аннотацию своих алгоритмов. Для чего в некоторых случаях это было непонятно, но обязательно проверялось на интервью, знания иностранных языков и так далее, и так далее, и так далее. Что сейчас инженеры себя представляют? Сейчас у нас, как у инженеров, взаимодействие с количеством команд, не просто с количеством людей, с количеством команд, оно увеличилось, сильно увеличилось. Что, например, сейчас у нас есть команда девопсов, команда диплоймента, команда менеджмента, команда маркетинга. Здесь перечислены только команды, так или иначе задействованные в продукте. Есть еще, если вы работаете в большой компании, даже продуктовой, я не говорю, например, это компания сервисная, у вас есть еще внутренние службы, с которыми как инженеру вам необходимо взаимодействовать. В 2000 году были кадровики, не было HR-ов, не было рекрутеров, в явном виде массово на рынке, их так не называли. Были кадровики, которые занимались всем этим. Сейчас это несколько разных людей может быть, может быть даже несколько разных отделов. И еще, как мой менеджер, когда представлял мне одну из команд в начале 2021 года, он сказал, что вот эти ребята девопсы, эти безопасники, эти перформансеры, эти автоматизаторы, это девелоперы, это девелоперы фронта, эти бэкэнды, эти девелоперы интеграции. Там раз, 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 говорит. Еще вот тот лысый парень у нас есть в пачках, да, он занимается у нас дизайном. Это было шикарно. И сейчас нам так или иначе приходится взаимодействовать. Я не говорю, что приходится общаться. Использую слово приходится, потому что это далеко не для всех легкий труд, далеко не для всех по кайфу, потому что иногда хочется просто поработать, а нужно пойти и поговорить. Либо нужно, например, описать все в каком-нибудь тикете, в каком-нибудь документе. И получается, почему такое происходит? Это как раз вытекает из того, где мы живем. Если в тысяча, сейчас скажу, в тысяча двадцать первом году, давно это было, человек заснул на сто лет, на двести лет. Он проснул себя в тысяча двести двадцать первом году. Что бы поменялось в мире? Особо ничего. Люди как жили тридцать лет? А? Ну, это фигня в размере глобальной... Нет, это не фигня. Это не фигня. Да, были расколы. Ну, глобально для человека, как человек жил тридцать лет, так и живет тридцать лет. Как использовал для отопления дрова или кизяк, так и использует. Как было, ну, условно, там, дикое средневековье глобально, если по земному шарику брать, так и осталось. А если человек уснет в 1821-м, проснется в 2021-м году? Многое изменилось? Ну, как минимум, появился айфон. Это уже достижение. Научились летать в космос. Это тоже достижение. Произошла, ну, произошла техническая революция, технический прогресс. Люди стали внезапно жить в два раза, даже чуть больше, чем в два раза больше. Люди стали использовать другие технологии для того, чтобы получать средства к существованию, для того, чтобы получать энергию. Мир стал меняться, мир стал изменчив. И понятие ВУКО-мир пришло в этот мир. Оно пришло не в 21-м году, оно пришло раньше. Пришло оно от военных. Военные любят вводить всякие странные понятия, которые мы потом начинаем пользоваться. Например, интернет и так далее. И ВУКО — это аббревиатура. Если пройтись по составным ВУКО, то первое — это изменчивость, переменчивость, непостоянность. Это то, что происходит со всеми нами. И в 20-м году вот это понятие переменчивость и изменчивость, оно было меньше, чем стало сейчас. Ну, окей, с началом вот этого глобального эвента, в котором мы все сейчас участвуем. Там кто-то участвует онлайн, кто-то участвует оффлайн. Кто-то маски носит на этом эвенте, как на карнавале, да, кто-то не носит. Это нормально. Мы стали все, вся планета стала жить в этой новой реальности. Следующая штука — это неопределенность. Если раньше, в условном 2000-м году, когда необходимо было что-то реализовать, у нас был понятный, четкий алгоритм, где, как мы можем попробовать найти информацию. Либо, какими образами и с кого мы ее можем попробовать вытянуть. Сейчас, с наступлением ВУКа, когда весь мир, кроме того, что стал сидеть на локдауне, очень многие люди, бизнесы стали паниковать. И поэтому получить сколь-либо значимую информацию от них стало очень тяжело, очень трудно. Еще одна вещь — это сложность. Соответственно, мы живем в нарастающей сложности. Здесь даже не надо сравнивать 200 лет. Достаточно сравнить последние лет 10 и сложность технологий, с которыми мы работаем. Как я вот, когда еще не начинал доклад, рассказывал, что раньше были просто инженеры. И это было здорово, этого было достаточно. Инженеры-программисты, либо инженеры-тестировщики их могли назвать, либо просто инженеры, инженеры-разработчики. Потом стали появляться разные специализации. Инженер-автоматизатор. Потом стали появляться инженеры-автоматизаторы фронт-энда, инженеры-автоматизаторы бэк-энда. Потом стали появляться инженеры-разработчики фронт-энда, бэк-энда. Потом стали появляться девопсы внезапно. До этого команда спокойно могла под своим рабочим столом задеплоить приложение. Там продакшн стоял, его ногой могли пнуть. Там перезагрузка продакшна это была. Сейчас стали появляться облака и прочее, прочее, прочее. Сложность систем, с которыми нам так или иначе надо взаимодействовать, либо с людьми, которые являются экспертами в этих системах, она выросла. Это та нарастающая сложность, которая есть в нашем мире. И последнее, last but not least, как говорят, это двусмысленность. Мы, как тестировщики, знаем прекрасно, что такое двусмысленность. Знаем? Что такое двусмысленность? Вот те, кто его вкивнул, расскажите, пожалуйста. Нет. Вот это она и есть. Хорошо. Хорошо. Неоднозначность. А что значит неоднозначность? У одного понятия может быть несколько определений, несколько значений. Да, одно понятие может быть трактовано по-разному. Например, что такое катайс в дорогах? Кто знает? Да, это дорожные отражатели, которые, собственно говоря, называются глазами кошек. И у людей, которые не знакомы с этой терминологией, может вызвать немножко удивление. Вот эта фраза, да, куда их удалили, зачем у кошек удаляют глаза, что за звери здесь живут. Ну, данная терминология it is, what it is. И получается, кроме всего прочего, кроме вот этого двука мира, мы живем в мире с постоянно увеличивающейся скоростью. Это вот как раз вот этот пример с 1800-2021. Если мы сравним, возьмем не такой большой промежуток, да, если мы возьмем меньше промежуток, мы увидим, что скорость, скорость развития технологий, скорость выхода на рынок продуктов, скорость принятия решений, скорость имплементации каких-то фич, я даже не говорю пока про выход продукта, она постоянно растет. И мир требует от нас все больше и больше скорости. То есть, если раньше в 99% случаев можно было медленно спуститься с горы и спокойно, осмотрев поле боя, принять решение, медленно спуститься с горы и победить, то сейчас нужно быстро принять решение, то есть не приняв решение не бросаться в бой, нужно быстро принять решение и начать действовать. Потому что мы живем в быстром мире, в мире быстрых технологий, быстрых решений. И вот эта скорость, она убивает. Убивает не сама скорость, то, что она есть в мире и просто, а, все, умерли, потому что быстро движемся. Убивает отсутствие скорости у нас, как у экспертов, у специалистов, у менеджеров, у компаний. Мы не успеваем двигаться с той скоростью, с которой двигается мир, и поэтому мы теряем, теряем рынки. Приходят более быстрые конкуренты, которые нас вытесняют с этих рынков. Теряем свои рабочие позиции, потому что приходят люди, которые способны быстро принять решения, быстро протестировать фичу, быстро написать автоматизацию, вместо того, чтобы заниматься этим там несколько месяцев. И что это значит для компаний, как это выглядит с точки зрения компаний? Вот эта вот вся движуха, которая происходит. Быстрота, вука и прочее. Компания рассматривает это так, что есть у нас скорость, скорость мира, есть у нас люди, которые работают у нас, которые разрабатывают либо продукт, либо предоставляют сервис нашим заказчикам, либо являются там аутсорсерами и так далее, и так далее, и так далее. Есть люди. И для того, чтобы успеть за этой скоростью, одно из решений, которое может быть в голове, это какое? Больше людей, да. Я не делал отсылку здесь на замечательного Фридерика Брукса и мифический Человека Месяц, но рекомендую почитать, особенно менеджерам, там вы поймете, почему большим количеством людей закрывать задачи, дело гиблое. Но есть, выбрал немного другой путь, показать то же самое, что больше людей с точки зрения компании невыгодно. Самое первое, это правило трех пицц, кто знает про него? Раз, два, три, четыре, пять человек. Хорошо, Джефф Безос, глава Амазона, правильно, Амазона? Да, Амазона. Сказал, что команда перестает быть эффективной, правило двух пицц, наверное, да? Да, команда перестает быть эффективной, если ее нельзя накормить двумя пиццами. Она разрастается настолько, что уже межличностное общение. Вот вчера был доклад, я так понял, по Телеграму очень интересный, про какое-то там межличностное общение внутри команд. Возможно, вот эти вот вещи, да, которые всплывают, наслаиваются, они делают участие команд сложным, участие людей в проектах сложными. Растет количество каналов коммуникации. Это вот вторая вещь. Гарвардский психолог сформулировал так, что управление проектами, это управление N, на самом деле там еще один будет ряд, потом сможете сфоткать сразу. Там управление проектами, это управление N плюс N умножить на N минус один, делить на два связями. И все эти связи нуждаются в управлении, нуждаются в трекинге, нуждаются как минимум в том, чтобы их делать, на них тратить время, в них инвестировать время, как время людей, которые это делают, так и время менеджмента, для того, чтобы это приводило к какому-то результату, а не выливалось то, что люди просто поговорили и ничего не произошло. И третья штука, эффект Рингельмана. Слышал кто-нибудь? Круто. Эта штука, описанная Максимилианом Рингельманом в начале 20 века, он сам жил на сломе 19-20 века, она говорит о том, что увеличивая количество людей в команде, продуктивность членов команды снижается. То есть люди начинают немножко халявить, халтурить. Он это в 2013 году показал на примере спортсменов, которые перетягивали канат. Ну окей, здорово, да? Провел исследование, которое показало, что действительно индивидуальный вклад людей в общий результат выше, если люди не работают в команде. После этого это исследование было перепроверено. Все нормально. То есть это не просто там один человек в начале 20 века сказал, да? Это было проверено, насколько я помню, где-то во второй половине 20 века. То есть примерно лет через 50-60 это было перепроверено, были проведены дополнительные исследования, было подтверждено, что так оно и есть. Согласны с ним? Что именно? Какой? Да, да, да. Очень близко. Ну тут не про полную работоспособность, но да, очень близко. Да. Рост людей — это гиблое дело. Оно все вот это вот на нас наслаивает, 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 становится жить плохо. Я сейчас вернусь. Становится жить плохо, становится жить трудно. С точки зрения инженера, как выглядит вот этот вука мира, что он может делать? Что мы можем делать, да, как инженеры? У нас есть необходимые знания, те знания, которые мы хотим получить для того, чтобы выживать в современном мире. Выживать, либо продуктивно работать. Если бы вас спросили, в чем была ваша мотивация прийти на данную конференцию? Что бы вы сказали? Мерч, отлично. Мерч — это вполне работающий инструмент. Супер. Я пока на тебе что-то ничего не вижу. Еще варианты? Знания, я не знаю. Движуха, энергия. Увеличить скорость процессов работы в команде. Супер. Это круто. Уменьшите команду, может помочь, кстати. Очень маленькая. Аж сейчас. Что еще раз? Доклады раньше, чем их выложат на YouTube. А их выкладывать не сразу на YouTube, насколько я помню. Все нормально. Я понял. Хорошо. Вот смотрите, нет такого там для того, чтобы выжить. Ну, камон. Может, кто-то подумал, мы просто живем в той индустрии, в которой, если мы не получаем нужную информацию, нужные знания, нам становится сложнее, блин, находить работу. Нам становится сложнее работать в наших компаниях. Потому что приходят молодые специалисты, отучившиеся на актуальных, господи, прости, курсах. Ну, по актуальным материалам, окей. Я курсам не очень ровно дышу. Есть хорошие, но много странных. И эти специалисты обладают более актуальными знаниями. Почему? Да потому что вот есть инженер, который замечательно работает на проекте, пусть даже с серверами. Но никогда не использовал докер и не знает, что такое клауды. Не смертельно. Ему для проекта это не надо. Продукт, который разрабатывает компания, это не колышет. Здесь и сейчас. Когда-нибудь заволнует, наверное, когда начнет поджимать уже вот этот вот современный вукомир компанию извне, вытесняя ее с рынка. Инженер не парится. А потом решает поменять работу. И ему говорят, камон, дружище, ну что такое докер, что такое клауд, как в клауд залить докер, как продакшен вести в докере, что такое кубернет. Это все должны знать. Ну это просто базовые знания, которые у всех есть. Человек грустит. И если рассматривать представление инженера, почему происходит вот это вот накопление знаний, вообще жажда знаний, которая есть у нас, которую мы, может быть, себе не признаем, но она есть у нас. Кроме классной тусовки, мы все равно, на докладе мы не тусуемся. Мы тусуемся там. Ну чаще всего, правда, Леш? Вот, красавчик. Ну так вот никто не делает обычно. Но у нас появляются новые технологии, которые начинают использовать те пользователи, которые работают с нашими продуктами. Вышла новая версия iOS, вышла новая версия Jira, вышла новая версия, боже мой, операционной системы. Пользователи ее обновили, и нам необходимо обновлять наш продукт. И нам нужны знания для того, чтобы обновить наш продукт, для того, чтобы поддержать особенности новой версии продукта, с которым работают наши пользователи, которые делаем не мы. Следующая вещь — это сложность. Как я вот говорил раньше, да, говорил до этого, раньше не было такой запар, не было проблемы там развернуть сервер. Ну сервер вот стоит под столом. Ну ладно, в серверной у нас там есть какая-нибудь замечательная приблуда. Но сейчас появляются декеризации и прочие-прочие-прочие вещи, которые усложняют решения, которые нужно поддерживать, на которые со временем мы берем, нанимаем отдельных людей, привет диопсам, которых на рынке не хватает, потому что весь мир ринулся прямо вот люто, ринулся в клауды, в диджитализацию. Это кошмар. И это разнообразие, которое все инженеры любят. Ну окей, все инженеры обещать нельзя. Все инженеры, которые смотрят так или иначе конференцию, доклады, они любят разнообразие, либо вынуждены его любить, потому что это наша жизнь. И есть сайт, который замечательно показывает, сколько дней прошло с выпуска последнего JavaScript фреймворка. Там постоянно горит ноль. Ну можете зайти посмотреть. Не, может там, конечно, статически зашит ноль. Я не лез, не проверял. Я просто не ожидал такой подлянки от них. Но, тем не менее, там всегда горит ноль. Ну а если вы будете искать JavaScript фреймворки, да, даже есть такая игра, что напишите слово, и после него JS, если не найдется такой JavaScript фреймворк, вы можете выпить бокал, чашку кофе, например, да. И люди иногда долго играют в эту игру, потому что можно найти абсолютно разные сочетания JavaScript фреймворков. И если рассматривать специалиста, как такой, знаете, шарик, модуль, существующий в окружающем мире, существующий там, где он есть, там, где он существует, можно выделить несколько там навыков, которые торчат наружу, как такие коннекторы, да, которыми он цепляется с внешним миром. Архитектура, программирование, дизайн. Банкинг – это хорошее слово, но он не подразумевает, что у всех должен быть банкинг. Это некое доменное знание, знание в доменной области. Кто-то работает с банкингом, кто-то работает в Life Science, кто-то работает с e-commerce, кто-то работает с биткоинами, с криптовалютой. Подобного много. Это есть доменные знания, которые тоже есть у специалиста. В современном ВУК-мире и те реальности, которые возникают, вынуждают нас, и то давление на мир, когда происходит цифровизация бизнеса, они вызывают, заставляют нас, специалистов, например. Вот я проработал в банках, у меня хорошее знание банковского домена. Я пришел работать в компанию, которая занимается разработкой систем тестирования, например. Мне необходимо осваивать домен тестирования страны. Окей, ну, пришел в компанию, которая занимается Life Science, мне необходимо осваивать Life Science, либо Health Care, либо FinTech. Отличный от банкинга, да? Здесь возникает то, что мы как специалист, как один модуль взаимодействуем со специалистом другого профиля, у которого мы можем найти общее пересечение по программированию, можем найти общее пересечение по дизайну, можем найти общее пересечение по архитектуре, но когда сталкиваются доменные области, у нас получается расхождение. Мы не можем законнектиться, потому что мы говорим на разных языках. Мы выращены, воспитаны в разных культурах. И это проблема, от которой можно избежать, от которой можно спрятаться, уйдя в такой вот, знаете, сделать некое API вокруг нас, как специалистов, которым мы будем дальше общаться. Не вот это вот API-контракты, API-взаимодействие, которое есть, например, теории системы, они одинаковы. Неважно, ты занимаешься банкингом, либо занимаешься чем-то другим. Теория системы, она есть теория системы, она одинакова. Либо это может быть какой-нибудь алгоритм принятия решений, он одинаков. Ты принимаешь решения, основываясь на одном из алгоритмов. Креативность, она одинакова. И что же получается после этого, после того, как мы понимаем, что нам в работе надо взаимодействовать со специалистами других областей, других языков. И тут на сцену выходят фундаментальные навыки. Почему фундаментальные? На самом деле, об этом сейчас чуть расскажу попозже. Это версия, это я не рассказываю, да, о чем сказал, расскажу попозже, начинаю сразу рассказывать. Фундаментальные навыки, это версия перевода Essential Skills. Ну, Skills это навыки, Essential. Я думал, как перевести. Мне очень нравится оставить оригинальный вариант, потому что он есть и в латыни, есть и в английском языке. Но, тем не менее, решил перевести его как фундаментальные, как основные такие навыки. Это не те фундаментальные навыки, которые даются в школах либо в вузах. Немного другие вещи. Видели, слышали такое противостояние Hard Skills против Soft Skills? Как считаете, что лучше, кстати, вот Hard Skills или Soft Skills? Баланс? Какой баланс? Сколько на сколько? 20 чего? Потому что нужно... Увы, Soft Skills можно научить. И нужно научить, потому что если мы не будем учить Soft Skills, то, что называется сейчас Soft Skills, то, что я предпочитаю называть Essential Skills, почему не Soft Skills, сейчас будет буквально следующий момент. Это то, чему можно и нужно учить. Это то, чему учат, на самом деле, очень давно. Это то, что делает нас людьми, что делает из нас человека. Этому можно научить. Это креативность, подобные навыки. Коммуникацию часто относят к Soft Skills. Говорят, что это чистый Soft Skills, который нужен менеджерам и так далее, и так далее, и так далее. Реальность мира такова, что далеко до 2021 года, далеко до карантина, коммуникация Мичиганским, американским университетом, была признана как и Soft Skills, и Hard Skills. Потому что что подразумевает под коммуникацией? Много чего. В этом исследовании описано, что, ребята, коммуникация состоит из письменной коммуникации, например. Письменная коммуникация замечательно описывается алгоритмами. Замечательно описывается подходами, фразами, которые нужно использовать. Коммуникация состоит из общения по телефону. Общение по телефону тоже скриптуется, тоже описывается. Это не какой-то там rocket science, которому нельзя научить. Можно. И во всех Soft Skills, окей, опять обобщение, в большинстве Soft Skills, которые существуют, есть вот такие вещи, которым можно научить. Главное их найти. Хорошие тренера, хорошие компании, хорошие менеджеры, которые занимаются развитием своих людей именно в плане развития Soft Skills, они умеют вычленить и понять, писать, какие письма мне надо научить людей, например. Либо с какими заказчиками мне надо научить общаться людей. Либо какие подходы креативности мне необходимо воспитать у людей. Это все цифруется, цифруется, и можно также измерить, также этому научить. Кто это такой? Кто такой Саймон Синник? Кто знает? Серьезно? Круто! Посмотрите, это классный дядька, который ввел в мир, ввел в существование такое понятие, как Start with Why. Начни с почему. У него шикарное выступление, по-моему, даже на TED, где он рассказывал про то, как Microsoft и как Apple выпускают свои продукты. И он очень здорово показывал на примере, что Microsoft начинает с того, что продукт будет делать. Apple задает вопрос, зачем? Зачем это людям, для которых мы делаем продукт? Это очень важное понятие. На полном серьезе, это важное понятие, которое нам надо брать в работу. Даже если мы не работаем в продуктовых компаниях, мы работаем в сервисных компаниях, либо аутсорсинговых компаниях. Это нам поможет. Поможет нам держать фокус на том, какие вопросы кому задавать, на что обращать внимание во время нашей работы и так далее. Так вот, Саймон Синник в феврале, да, в феврале этого года выпустил видео, где он сказал, что hard skills и soft skills – это неверное определение. Hard skills, окей, это жесткие навыки, это те подходы, которые есть. Это здорово, что они существуют. Но soft skills – это неверно. Правильнее называть это human skills. Это те навыки, которые делают нас людьми. Я рад, что независимо мы друг от друга. Я про essential skills говорю с осени прошлого года. Он говорит об этом сейчас. Ну окей, он выпустил видео на эту тему сейчас. Мы с ним не договаривались. То понятие hard skills, soft skills и противостояние, которое есть между ними, оно сильно тормозит развитие людей. Сильно тормозит вас развитие как специалистов и развитие ваших команд как менеджеров. Потому что, когда возникает это противостояние, у людей возникает небольшое когнитивное расхождение, для преодоления которого нужно прикладывать много усилий. Это требует времени. А время нас убивает. Это плохо. Или хорошо. И поэтому, если раньше можно было инженера рассмотреть, как такую систему инженера, как систему, если раньше инженера можно было рассмотреть в понимании того, что у него есть профессиональные навыки, у него есть надпрофессиональные навыки. Soft skills их также называют надпрофессиональными навыками. Кстати, кто как переводит soft skills? Гибкие навыки? Никак. Еще? Мягкие навыки, мягкие скиллы? Да. Они точно не мягкие, потому что за мягкие навыки вас не уволят, либо за их отсутствие. Гибкие навыки еще более-менее за отсутствие гибкости вас условно могут уволить. Если вы токсичны в коллективе, если из-за вас заказчик ушел, с вами, наверное, долго не будут работать. Какой бы вы прекрасный программист ни были. Можно назвать социальные, но они не все о социальности. Они не все о взаимодействии. Например, та же креативность, она не подразумевает взаимодействия. Могут. Это значит, что эти навыки не прокачены. Все так. Эта игра словами, она важна. Это именно поэтому я почти 40 минут ввожу это понятие. Эта игра словами важна, она важна по той причине, что для того, чтобы мы могли успешно начать цифровизовать то, что называется софт-скиллами под давлением внешнего мира, когда в этом мире есть четкое разделение хард-скиллз и софт-скиллз. Нам необходимо либо, а, проделать большую ментальную работу, очень трудно это сделать, находясь под постоянным давлением, когда сотрудники, когда ты вот решишь развивать у них коммуникацию, придешь, сотрудники скажут, не, софты я качать не хочу. И дополнительно необходимо будет работать с этим у сотрудников. Либо это просто в голове возникает такой стопор, потому что, ну, не хочу я этим заниматься, не хочу заниматься софтами, я хочу заниматься программированием. А essential skills, как раз вот это понятие, которое вводится, они подпрофессиональные навыки. Это те навыки, которые являются фундаментом, куда наращиваются хард-скиллы. И, важный момент, у essential skills период полураспада навыков огромен. Ну, я бы сказал, пока в пределах, наверное, человеческой жизни. То есть, навык общения, он постоянно накапливается, накапливается, прокачивается. И в том случае, если не происходит никаких медицинских эксцессов, этот навык остается действовать до конца вашей жизни. У хард-скиллов, так как мы живем в быстром мире, мы живем в луком мире, очень большой период полураспада. Если, да, в смысле маленький, он очень быстро теряет свою актуальность. JavaScript фреймворки, пожалуйста, освоил, уже хопа-хопа, уже другой. Освоил Cloud, освоил Asia, хопа-хопа, появилось AWS, появился Google Cloud, освоил там что-то, что произойдет дальше. С учетом скорости развития искусственного интеллекта и машинного обучения там тоже очень весело может быть. И, возможно, нам придется переосмысливать то, как мы, например, занимаемся автоматизацией. Когда появятся нормальные автоматизированные фреймворки, которые умеют выполнять искусственный, ну, анализ фейлов с помощью искусственного интеллекта. И, возможно, для того, чтобы мы могли натренировать вот этот вот новый вид фреймворков, который мы используем, нам придется по-разному, по-другому писать наши автотесты. Поменяются продукты, с которыми мы взаимодействуем, и, соответственно, опять же, поменяются технологии, которыми мы пользуемся. А вот базовые навыки, фундаментальные навыки, основа, она останется, она никуда не уйдет. Именно поэтому на нее важно уделять внимание. Но ни в ущерб, ни в коем случае, ни в ущерб техническим навыкам. Потому что, если вы станете замечательным, креативным человеком, душой общества, но не сможете сделать банальную техническую задачу, войти ценности от вашей работы не будет. В другом месте вполне войти не уверен. Что такое модель Кану? Кто знает? Раз. Окей. Супер. Модель, изобретенная в конце 20 века на Рияки Кану японцем, которая описывает то, что у нас у продукта могут быть несколько параметров. Я позволил себе инженера рассмотреть тоже как продукт. То есть, ну, мы как продукт продаемся, продаемся в компанию, продаемся заказчикам, либо напрямую взаимодействуем с теми, кому мы продаем свой труд. И получается, что у инженеров есть навыки волнующие. Волнующие это те, которые хорошо, чтобы они у него были, это те, которые вызывают интерес. У инженера есть навыки обязательные. Это те навыки, которые нужны для того, чтобы выполнять свою работу успешно. И есть навыки желательные и обязательные. Да, есть навыки обязательные, есть навыки желательные, Это те, которые хорошо, чтобы они были. Это, например, те же самые софт-скиллы, как их называют, да, примерно лет 10-15 назад. Но ожидалось, что хорошо бы, чтобы инженер не только мог фигачить хорошо код, но умел и общаться. Сейчас происходит как? Вот в этой модели КАНУ те навыки, которые были волнующие, то есть навыки коммуникации, навыки креативности, навыки создания систем, навыки использования ТРИС, ТРИС-АРИП, эти навыки, они стали сейчас, ну, становятся обязательными. Не все. ТРИС еще пока не стал обязательным. Но с учетом того, какие исследования сейчас ведутся, показывают, куда движется наш мир, вообще по навыкам, которые будут востребованы, да, там через 5 лет, вполне возможно, что ТРИС там тоже станет. Исследования Гартнер, интервью Гартнера, которое давал вице-президент по исследованиям компании Гартнер. Гартнер – большое аналитическое агентство, проводит очень крутую аналитику, дают очень интересную информацию по поводу того, что вообще происходит в мире. Говорит, что к 2025 году 40% ключевых навыков, которые есть у специалистов, перестанут быть нужны. И 60% работодателей будет требовать их переобучения. Здесь не только про IT-рынок, не только, но это те навыки, которые Гартнер отметил, что будут необходимы и нужны. Работа, ну, окей. Умение учиться и аппетит к новым знаниям, понятно. Аналитическое мышление супер. Решение комплексных задач – это уже интересней. Задачи, помните, мы живем в лукомире, в быстром лукомире. И задачи становятся все более комплексити, более сложными и более сложными. И уметь эти решать задачи очень важно. Умение работать с технологиями, ну, умение работать с людьми, умение работать с технологиями. И вот этот навык умения работать с технологиями, он для нас, айтишников, он более-менее обвьюс, очевиден, понятен. Но для остального мира это становится более и более приоритетным. Ну, и также вот подобные вещи. В принципе, классические софт-скиллы. Реально, это классические софт-скиллы. Но это те навыки, которым компаниям будет необходимо переучивать людей. Это те навыки, которые нам необходимо будет прокачивать. Те, кто их уже заранее начал прокачивать, те будут находиться в более выгодной ситуации. Те, у кого обучение в УЗИ выстроено с развитием этих навыков, а не просто программирование и математики, те будут в более выгодных условиях, просто на рынке труда. Да, возможно, это будет не через 5 лет в нашей стране. Возможно, у нас есть лет 7. Но часики тикают, друзья мои. Например, два примера, два практических примера. Я говорил, что тут будет два практических примера. Как можно рассмотреть, какие две вещи, да, там, как essential навыки можно рассмотреть. Я выделил отдельно навык продуктового менеджмента. Точнее, я бы сказал, это навык прототипирования и навык создания MVP. Потому что в своей работе мы так или иначе создаем минимум viable продукты наших решений. То есть мы решили внедрить новый тестовый фреймворк. Мы можем это сделать прямо вот, ворвавшись и написав, можем сделать это по пути, который рекомендуется делать, ну, который рекомендуется для развития MVP. Замечательно. Кто-нибудь знает, что такое MVP? Во, огонь! Супер! Да, мы берем и заполняем такую штуку. Работает ли она в IT, работает ли она в тестировании? Да, работает. Что я с ее помощью технического делал, технического показывал? Фреймворк автоматизации. Я описывал, кто является его пользователями. Описывал проблемы, которые он решает. Описывал метрики, по которым я буду понять, насколько он эффективен, неэффективен. С помощью этого фреймворка я описывал, показывал подход к Data Quality, качеству данных. То есть, каким образом, для чего нам необходимо соблюдать Data Quality, какие решения мы в этом находим, какой подход мы будем использовать. Это все замечательно работает. Оно позволяет быстро описать, быстро обсудить, быстро понять, что необходимо сделать. Раз, два, три. Для того, чтобы что-то было запущено, что-то испытано. Попробуйте поприменять это. Это реально работающая штука. Вторая вещь. Трисорип. Кто знает, что это такое? Супер! А кто занимается этим? Красавчик. Тоже красавчик. Круто. Отдельная огромная штука, описанная... Буквально, буквально минутку. Описанная Генрихом Сауловичем Альтшулером в прошлом веке. Сейчас удобно говорить в прошлом веке, все, что было до 2000 года. Это, описанная в прошлом веке, подход, который используется в инженерной работе, в изобретательской работе. Трис — это теория решения изобретательских задач. А РИП — это алгоритм решения инженерных проблем. Он в себе содержит разные алгоритмы. Они в явном виде сразу неприменимы к IT. Сразу оговорюсь. Они описывались для инженерных задач. Инженерных — это на заводах, изобретателей, вот этих ребят. Но концепции и подход, которые есть в Тризе о РИПе, они применимы к нам. И самое главное, вот, пожалуй, что вот из Триза, окей, мне врезалось в памяти, что он меня заставил вообще, чтобы в голове это стало вертеться. Это то, что любую проблему можно переформулировать в противоречие, противоречие внутри системы какой-то, и решать уже эти противоречия. И я призываю вас тоже обратить внимание, есть выступление. На той же конференции Escape было выступление, посвященное применению Триза о РИПе в нашей компании, в ЭПАМ. И как это применяется в реальных IT-проектах. Это тоже помогает жить. Это то, что может поднять вас на качественно новый уровень. Может поднять на качественно новый уровень? Отдельно готов на эту тему повыкнуть. Значит, не очень. Значит, все не так. Отлично. И я призываю вас, люди, оставайтесь людьми, прокачивайте фундаментальные навыки и знаете, до тех пор, пока искусственный интеллект будет, вот когда ты ему вводишь фразу, там, да, software quality, international conferences, software, там, бла-бла-бла. Когда искусственный интеллект будет генерировать вот такую картинку, у нас еще есть все шансы покажите существовать, успешно работать. Ну вот он собачку сгенерировал, и Square Days это вот для него собачка. Поэтому у нас пока есть все шансы. Что ж, я желаю вам добра, спасибо вам за ваше внимание. И у нас вышло время, я правильно понимаю? Пару вопросов, нам разрешили пару вопросов. Ну, вы знаете, у меня даже скорее не вопрос, у меня скорее комментарий, может быть, на который вы захотите тоже прокомментировать в свою очередь. Просто мне кажется, вот отличный доклад, очень-очень все хорошо, но мне кажется, что несколько все-таки однобокий. Почему? Потому что у нас есть такая диалектическая проблема. С одной стороны, да, мир становится более сложным. Я сам могу нарисовать там массу графиков и провести массу примеров, когда у нас, как разработка чего-нибудь становится дико сложной, дико дорогой. Это так, что люди уже не могут это сделать, именно без каких-то вот, какого-то нового прыжка. Но при этом, простите, в нашем любимом IT что получается? Ты открываешь сайт нового какого-то фреймворка, у тебя, простите, у того же Serenium 10 лет назад. Была коротенькая документация прямо сразу на сайте, бери, делай. Да, сейчас вот у современных фреймворков там вообще уже на уровне. Введи даже не пять команд, а одну команду, он тебе сам все поставит. Да, можно из него поставить. Вот все будет работать, все из коробки уже будет. Настраивать не очень надо. Да, и получается так, что с одной стороны мы работаем на уровне абстракции, над абстракциями, над абстракциями, над абстракциями, которые мы вообще не понимаем, как работает. То есть у нас есть команда, которая делает какую-то магию. Окей, но при этом оно очень простое, доступное, и реально там можно за пять минут мозги не включая разобраться. Это вот вторая часть, которую вы все-таки диалектически в вашем докладе не показали. Да, спасибо. Я ее не показал умышленно. По той причине, что если мы говорим про то, куда движутся тренды, тренды к тому, что усложняются технологии, но упрощаются решения, их количество увеличивается все-таки этих решений. Нам необходимы люди, которые там могут интегрировать. И второе, на сайтах очень много, очень классно описывают, как можно воспользоваться каким-нибудь API, каким-нибудь тулом. Когда ты берешь это и применяешь на своем проекте, оказывается, какие-то нюансы возникают. В 99% случаев. Чтобы оно из коробки взлетело, заработало, на учебном примере, hello world, не вопрос. Но когда, блин, оказывается, что надо заинтегрировать это с тем, с тем, с тем, возникает много сложностей. Я поэтому эту часть опустил. Спасибо. Вопрос? Да, я хотел спросить. У вас основная идея в том, что essential skills фундаментальные, они не меняются. Мне, например, кажется, что год назад фундаментальный скилл общения и умения общаться в мессенджерах не был фундаментальным. Сейчас общаться в мессенджерах через интернет стал фундаментальным. Вам не кажется, что, возможно, просто еще недостаточно много уделяют этому времени, чтобы эти скиллы не начали разделять на более мелкие, они начали меняться намного чаще. И уже тогда перестанут быть фундаментальными вообще. Хороший вопрос. Возможно, я думал тоже об этом. Это вот как раз, когда я рассказывал про модуль коммуникации, что есть письменная коммуникация. Про коммуникацию в мессенджерах я не рассказывал. Я рассматривал такой вариант, что это возможно, что впоследствии выделится из скилла коммуникации. Но пока, как essential skill, как фундаментальный скилл, это все-таки не скилл общения в мессенджере. Это навык общения в мессенджере внутри скилла, внутри навыка коммуникации. То есть пока навык коммуникации остается фундаментальным. В нем, да, в нем появляются новые пути делать что-то. То есть, окей, раньше мы могли использовать процедурное программирование, появилось объектно-ориентированное программирование. Но мы программируем и скилл программирования. То есть я его не стал там, например, разделять ООП, процедурное, функциональное. С навыками то же самое. Но, возможно, вы правы. Возможно, со временем вот этот навык, он во что-то выкристаллизуется. Возможно, появится новый фундаментальный навык отдельный, который будет называться онлайн-коллаборейшн, онлайн-заимодействие. И туда войдут уже именно общения в чатах, правила включения камеры и так далее, и так далее, и так далее. Правила настройки света. Или, например, есть последние исследования, которые показывают, что в зависимости от того, какой микрофон у вас, люди по-разному вас воспринимают на митингах, во время встреч. Если вы говорите через микрофон ноутбука, вашим словам доверия меньше. Вас не воспринимают серьезно? На полном серьезе есть исследование цифровое, показывающее это. Нет, может быть, там все притянуто за уши. Я пока одно исследование это видел. Но это, тем не менее, в принципе, прокручивая в голове, так и есть. Людей, которые говорят о микрофон ноутбуке, я иногда просто не слушаю. Ну, если это не директор какой-нибудь, да? Тогда, блин, приходится напрягаться. То есть я могу это не любить, но надо. А если это вот люди обсуждают что-то, ну, плохо слышно. Фон, какое-то непонятное звучание, шебуршание. Если человек еще что-то печатает, это еще вот бук-бук-бук-бук-бук-бук. Или там скайп начинает булькать. Если человек сидит в гарнитуре, этого не слышно. И, возможно, возможно, появится новый скилл. Да, будет выделен из коммуникации, будет выделен вот именно collaboration skill. Пока я такого не вижу, но, возможно, он появится. И он тоже будет фундаментальным. Потому что мир из онлайна уже не вернется в offline. Давайте, да, давайте. У меня такой вопрос относительно того, как эти скиллы проверять. Нужно ли для того, как это психологическое образование? Нет. Что обязательно вводить? Вопрос в том, что, допустим, креативность можно проверить? Можно. Не жажду к знаниям. Это возможно во время собеседования. Как мы узнаем, что человек не хороший актер, а вот действительно такой класс и струн? Ой, извините, а сейчас слышно? Да, вопрос был в том, как можно проверять soft-скиллы, essential-скиллы. Не столкнемся ли мы с тем, что человек хороший актер, когда он там рассказывает что-то? Да, вероятность этого есть. Такая же, как мы можем столкнуться с тем, что человек хороший актер, когда он рассказывает про то, как он заимплементил автоматизацию на своем проекте. И ровно для этого мы можем дать ему, а, либо практическое... Если мы проверяем скилл-креативность, мы можем дать ему задание на креативность и попросить его во время решения этого задания описать, как он это делал. Есть несколько моделей креативности, описанные, которые можно брать и проверять. Да, там использует их человек, не использует. Может быть, он их не знает. Второй момент, это вот, ну, кроме непосредственного задания, это может быть так называемый кейс-метод. То есть, когда мы ему не задание отдаем, а расспрашиваем, ставим его в какую-то ситуацию виртуальную и спрашиваем, что бы он сделал. И просто обращаем внимание не на то, что он говорит, я там книжки читал, еще что-то. На doing, на что человек делал бы. И следим за его речью внимательно. То есть, вот вопросы, например, про те же шарики в автобусе, круглые люки, я их дюйка не люблю, но они не случайно задаются. Это опошлилость той индустрии, в которой это есть, и тем, как их задавали. Они задаются не для того, чтобы там человека подстегнуть или задать тупой вопрос. Они задаются для того, чтобы слушать те глаголы, которые человек употребляет. Потому что это показывает то, что человек будет делать. Будет делать, сомневается в том, что будет делать, например, приходится использовать, либо в пассивном активном залоге говорит. Вот подобным образом кейс-метод и какие-то задания, и можете посмотреть на тему поведенческое интервью. Это все, в принципе, соц. скиллы, essential скиллы, это поведенческие навыки. Слышно? Да. О, слышно. У меня короткая реплика, потому что часики тикуют. Я неделю назад был на конференцию на школе Анатолия Левенчука, и его, и этой школы базовые курсы обеспечивают все те 10 навыков, которые были на слайде. Поэтому у вас всех есть возможность в онлайн-варианте и дешево местами. Макс, будет большая просьба. Спасибо за комментарии. Напиши, пожалуйста, в своем отчете. Коллеги, кто не знает, Максим очень крутые отчеты пишет по конференции, по докладам, на которых был. Там и то, что было, и небольшой аналитик от себя. Напиши, пожалуйста, ссылку на это, чтобы можно было найти. Рекомендую подписываться на Макс в Фейсбуке. Очень крутой. Спасибо.